Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юлия. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Сегодня видеоролик по просьбам зрителей. Дело в том, что у нас в ассортименте в магазине есть всякие штучки для приготовления колбасы луканка, в том числе оболочка и приправы. И вот народ заказал, и он мне пишет, Юля, а как луканку-то сделать, расскажи. Поэтому сегодня небольшой видеоролик о том, как сделать колбасу луканка, надеюсь, понравится. Это очень простая и вместе с тем одна из самых вкусных, по крайней мере, по отзывам от наших клиентов и от нас самих, и от наших друзей. И всегда, когда мы едем куда-нибудь, ребята говорят, Юля, возьми луканочки. Она всем очень нравится, а сделать ее прям вот так вот на раз-два смотрите сегодня. Надеюсь, этот ролик будет для вас полезным. Луканка – это болгарская сыровяленая колбаса. Ее даже не надо коптить. Делается она просто в холодильнике. И начнем мы с выбора мяса. Для приготовления луканочки нам потребуется свинина. Делается она из свинины. Берите кусочки пожирнее. Уж не надо прям пузанину брать, где один жир. Но кусочки примерно, ну там, 40 на 60 вполне себе подойдут. Вся фишка в том, что при вярине, при усыхании усыхает мясо, а жир нет. Жир остается. И именно жир дает вкусность, сочность, аромат наших сыровяленых продуктов. То есть мясо фактически, оно все усохнет и станет таким жестким. А вот жирок, нет, жирок останется достаточно мягким и сохранит в себе все ароматы специй, которые мы с вами будем туда насыпать. Итак, после того, как мы выбрали, например, хорошо подойдет лопатка, ну, шея, если жирная, хорошо подойдет. Что-то постное, типа окора, карбонат или вырезка лучше не брать. То есть, ну, любые мясо. Грудинка, если не очень жирная, тоже сюда хорошо подойдет. Итак, с мясом определились, выбрали мясо. После этого нам нужно прокрутить его через мясорубку. Мясорубку берем потолще. Дырочки такие примерно миллиметров 12-15, может даже чуть-чуть покрупнее. То есть, ну, посмотрите на ваши мясорубки. Просто бывают прям огромные такие большие дырки. Вот такие огромные, которые режут куски полтора на полтора не надо. А все, что чуть меньше, вам, в принципе, подойдет. Я беру пятнашку. При этом температура мяса особого значения не имеет. Но постарайтесь просто, чтобы оно было холодным. У меня было чуть-чуть подмороженное. Кстати, из замороженного мяса тоже можно делать. Подразморозили его и через мясорубку прокрутили. Я всегда так делаю. Ну, во-первых, чтобы мясо не нагревалось. А во-вторых, чтобы оно лучше проходило через мясорубку и легче крутилось в ней. Ну, в общем, я надеюсь, что вы меня поняли. После этого все складываем в миксер. Ну, либо, если у вас нет миксера, можно мешать руками и добавляем все остальное. А именно, чистую нитритную соль. В луканке мы не используем поваренную соль. Используемся с содержанием нитрита натрия 0,6%. Из расчета 25 грамм на килограмм. А также готовую смесь специй для колбасы луканка. Тоже сюда. Из расчета 10 грамм на килограмм. А также добавляем сюда алкоголь. Из расчета 25 миллилитров на килограмм. Теперь, внимание, нюансы. Что касается смеси для луканки. Что в составе? Есть любители, типа, подэкономить и сделаю-ка я эту смесь сама. Ну, или сам. Каждый, как он хочет. Поэтому читаю состав. Паприка, перцы, лук, чеснок, фенугрек, тимьян, сахара и аскорбинат натрия. Аскорбинат натрия – это аскорбиновая кислота. В пропорциях не знаю. Это известно только составителю Паши Агапкину. У нас смесь от Ем колбасок. Это то, что касается смеси. Теперь, то, что касается алкоголя. Какой добавлять? В принципе, значения не имеет. Кто-то добавляет водку, кто-то добавляет самогонку, кто-то добавляет, не знаю, коньяк еще. Ну, лично я, например, добавляю коньяк просто потому, что он у меня есть. Из всего алкоголя я предпочитаю коньяк. И у меня всегда дома стоит бутылочка на колбасные дела, ну или на дела какие-нибудь расслабления сердечной мышцы. У меня есть всегда запасная бутылочка коньяка, которую я использую. В принципе, можно добавлять все, что угодно. Кто-то добавляет вино, а кто-то добавляет просто какой-нибудь яблочный уксус. Ну, то есть здесь как бы выбор ваш. Особо на последствия вкуса влиять не будет. То есть я пробовала в разное, совершенно разное добавлять. Когда колбаса будет готова, вы не почувствуете вкус алкоголя, который вы туда налили. Алкоголь здесь нужен просто как дезинфектор, поскольку мы прокрутили мясо через мясорубку, тем самым обсеменили, то есть мы его намельчили, намельчили. Теперь все эти мелкие кусочки стали, ну так сказать, заражены тем, что было на ноже нашей мясорубки или на миске. И для дезинфекции туда добавляется алкоголь. Вот для чего это делается. Ну, собственно говоря, больше не для чего. Вроде бы все нюансы рассказала. Все, включаем миксер и замешиваем. Если вы делаете это руками, лучше надеть перчатки. И хорошенечко, хорошенечко, хорошенечко вымешиваем до состояния такого пластилина, можно сказать так. Кстати, для любителей увлекаться пищевым фосфатом, отвечаю сразу, фосфат добавлять не нужно. Так же, как и не нужно добавлять воду, потому что наша задача будет как можно быстрее, чтобы влага из колбасы и испарилась. Если вы добавите туда фосфат, он будет держать влагу, не даст колбасе усыхать. Но это как и воду добавлять бессмысленно, поскольку нам она там не нужна, нам бы наоборот побыстрее ее выгнуть. Вот примерно так в итоге должно получиться. Блин, одной рукой неудобно. В общем, видите, да, что масса наша стала такая более однородная. Более однородная, такая превратилась в пластилин. Друг с другом кусочки слепаются и не распадаются на мелкие. Все значит вымешивать, в принципе, готово. Самое главное, чтобы когда вы будете в руках ее вот так вот жмакать, чтобы она не разваливалась на части, это делается для того, чтобы потом в процессе сушки ваша колбаса на кусочки не разваливалась, не была как фарш сушеный, а вот видите, она прям такая, как единая масса, такая врум и тянется. Вот, значит, готово. После того, как мы все замешали, теперь нам нужно набить в оболочку. Оболочку для луканки используется натуральная черева. Здесь есть некоторые нюансы. Дело в том, что толщина оболочки, толщина черевы у каждого производителя разная. И я беру оболочку 38-40, но у производителя, который я пользуюсь, который у нас в продаже в магазине, она достаточно толстая. Если вы где-то в другом месте берете череву, не у нас в магазине, я тут не могу вам сказать точно, какой вам нужен диаметр. Ну, наверное, примерно такой же, может быть, даже чуть больше. Как они, в общем, меряют, я не знаю. У всех производителей она всегда разная. Итак, натуральная оболочка свиная черева хранится в полусушеном виде в соли. Поэтому перед употреблением ее нужно замочить минут на 15 в теплой воде, для того, чтобы она размягчилась и смылась соль. Итак, набили тугенько, завязали. Не забудьте сделать перевязки, потому что колбаса будет вялиться вот таким вот образом. Она будет висеть вот так, вялиться. И чтобы не лопнула на первых этапах оболочка, вот хорошо ее подвязать, помочь ей поддержать вес батона. После всех совершенных манипуляций размещаем колбасу сыровялиться в обычном холодильнике. Имейте в виду, что холодильник должен быть проветриваемым. То есть, ну, лучше всего, если это такой какой-нибудь холодильник, куда все постоянно заглядывают. Нет ли там чего-нибудь вкусненького? И тем самым открывают постоянно дверь, и холодильник проветривается. Нельзя повесить колбасу в закрытый какой-то шкаф, где нет постоянного обдавления воздуха. Она у вас просто испортится. Поэтому вешаем колбасу в холодильник с постоянным проветриванием, скажем так. Готова она будет, когда потеряет примерно 30-35% своего веса. Поэтому, когда вы ее сделали, ну, не поленитесь завесить ее. Либо делайте все батоны одинакового веса, ну, как это делаю я, по 400 грамм сырым весом. Либо завешивайте и подписывайте, чтобы потом кинуть на весы и понять, готова она или не готова. Какие есть нюансы в процессе сыровялини? Дело в том, что натуральная оболочка, она, конечно, очень клевая, проницаемая и быстро отдает влагу. Примерно через полтора месяца у вас все будет готово. Однако, из-за того, что она натуральная, она имеет такую способность покрываться плесенью. То есть, даже если вы постоянно проветриваете, все равно шанс, что колбаса у вас будет покрываться местами плесенью, очень велик. Поэтому, перед тем, как вешать ее на вялене в холодильник, возьмите тряпочку, смочите обычным 9% уксусом и колбасу протрите. А также протирайте, прям вот берете батон, он еще сырой, не готовый, все равно хотя бы раз в неделю тряпочкой, смоченной уксусом протираем, протираем. Если вдруг вы так все-таки заметили, что где-то пошло что-то, то то же самое. Берем тряпку с мочевым уксусом и хорошенечко оттираем. То есть, уксус кислый, сверху кислотность сильно повышается, не дает развиваться. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, это большая, но не то чтобы ошибка, это большой, очень важный нюанс. Не забывайте об этом. В принципе, в общем и целом, на этом все. Я же вам сказала, что это совершенно несложно. Но все-таки в конце этого видеоролика давайте посмотрим, что у вас должно получиться. Есть у меня один батончик, который, так сказать, хранится-хранится. Сделан он, видите, 5 февраля. Сейчас на дворе уже конец мая, то есть ему целых 4 месяца. Кстати, это к вопросу о том, сколько она может храниться. Она может храниться просто до бесконечности, поскольку это, ну, по большому счету, сухое высушенное мясо, оно будет у вас лежать. Однако, если по истечении 2 месяцев вы все-таки ее не съели, ну, так случилось, она у вас будет усыхать-усыхать. И если она пересохнет, она будет такая ломкая, есть ее будет сложновато. Поэтому, если за 2 месяца не съели, храним в том же холодильнике, но в пакете или можно в вакууме. То есть пакет будет не давать лишней влаге уходить, она будет всегда, ну, так сказать, в собственной влажности храниться. Я хранил в самом обычном вот пакетике. Этот батон лежал завернутый в холодильнике. Давайте мы уже его разрежем. Это крайний батон, который у меня остался из прошлой партии. Вот специально хранила его для того, чтобы на съемке показать. Давайте мы его уже разрежем. Ну, как я и ожидала, за 4 месяца она, конечно, стала сухая, и здесь явно есть, что пожевать. Но она не сыпется на крошки. То есть, как вам показать, она немножко отблескивает. Вам не видно? Нет, не видно. Вот так вот, наверное. Вот видите, она отблескивает. То есть там все-таки она жесткая. И на вкус такая маслянистая, что ли. Ну, вот от жирка. Как я и говорила, мясо, посмотрите, видите, оно все усохло, все осталось только, остались только вот как жир был. Он не усох, он так и остался. То есть получилось тонкие прослоечки мяса и жир, который дает сочность. Ну-ка. Ребята, это опять улезно. На камеру я аж подавилась. Но луканку не зря любят больше других домашних сыромяльных изделий. Это потрясающе. Во-первых, за счет жира. А вот как только что я говорила, она суховато мясом, и сверху такой жир расплывается. Этот жир, он... То есть... Ой, я сейчас захлебнусь собственностью. Вот она, если ее нюхать, она пахнет, ну, она вкусно пахнет специями, но не так сильно, чем когда ты кладешь кусок, и вот от жира, вот он так течет, и от этого жира такой вкус. Бах! На вид, кажется, она может быть такая непрезентабельная, но на вкус, я вам точно говорю, это самое лучшее, что вот у меня получается из сыровялы, и это все, эту колбасу любят все. Всегда, кто приходит, говорит, Юля, нет ли у тебя луканки. По соли. Отлично. 25 грамм на килограмм. Это я, собственно, опытом до этого дошла. Прекрасно. Она не сильно соленая, то есть не такая, что ты съел кусок, и прям тебе пить хочется. Нет. Она отлично сбалансирована по соли. За специи, за набор специй, просто снимаю шляпу перед Пашей Агапкиным. Это его специи, его детище просто потрясающее. Все, товарищи, я надеюсь, что у вас тоже все получится. И в конце этого ролика хочу, так сказать, немножко рекламы. Специи, оболочки, нитритная соль. Все есть в ассортименте нашего магазина «Вкусно ем». Внизу в описании к нему есть ссылка. Также там есть набор для тех, у кого, например, нет весов. Или он хочет себя попробовать, например, сделать там килограмм. То есть там есть в ассортименте специальный набор готовый. Соли, смесь со специями. То есть там не надо ничего завешивать отдельно. Прям взяли пакетик, фарш насыпали, замешали, забили и повесили. Все. Это все есть в ассортименте магазина. А те, кто не хочет делать самостоятельно, может там же купить готовый продукт. То есть луканка, как только она бывает готова, она у нас там в ассортименте появляется. Доехать она может хоть, да, не знаю куда, вот долго нам. Видите, она 4 месяца у меня лежит в холодильнике, с ней ничего не происходит. Поэтому в плане, кстати, если кто-то занимается продажей домашних колбас, луканка очень выгодная. Во-первых, она вкусная. Во-вторых, она готовится намного быстрее, чем другие сыровяленые колбасы. Из-за того, что натуральная оболочка, из-за того, что она не очень толстая, она достаточно быстро усыхает. И полтора месяца это небольшой срок для сыровяленых изделий. И при этом доехать она может. То есть вы можете отправить ее почтой или с ДЭКом, как это делаю я, в абсолютно любой город, хоть в другую страну, если таможню пропустят. Не знаю, не уверена. Но смысл в том, что ехать она может долго. Все, товарищи, все показала, все рассказала. Надеюсь, что ролик был для вас полезный. И пишем финиш, да, внизу в описании к нему. Всякие разные полезные и интересные ссылки, в том числе ссылка на магазин ВКонтакте, который называется «Вкусно ем», где все это продается. И готовый продукт, и товары для приготовления этого готового продукта вами самостоятельно. Как сделать заказ в этом магазине, вы увидите вот в этом ролике. Вот здесь пониже что-нибудь интересненькое. Вот сюда нажмите пальчиком, подписывайтесь на наш канал. Вот здесь пониже наш второй канал про колбасу, копченость и всякие прочие прелести. Все, друзья мои, готовьте вкусно, кушайте натурально. И у вас обязательно все получится. Все, ребята, всем пока. Продолжение следует...